Дим Димыч, прекрати пинать мяч. Дим Димыч, прекрати пинать мяч. У тебя концерт в школе через полчаса. Я не буду снова гладить твой костюм. Ладно, мам. Давай еще разок, а? Простите, ребята, но мамы запретили мне играть в мяч. Но и запретили катать его. Давай, 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 давай. Дим Димыч, твои штаны. Это за мои концертные блюда. Да, это серьезно. Но твоя мама успеет зашить? Я даже боюсь ей говорить об этом. Она же меня предупреждала. Есть идея. Вот. Ты хочешь скрепить шоп степлером? Классно придумал. Надо попробовать. Ай, ну-ну. Сейчас. Ступи. Что такое? Ну, честно. Теперь можно. Ну, получается. Супер. А, степлер это есть. Как интересно оно работает. Давай, давай, не отвлекайся. В степлер заправляют специальные заготовки, состоящие из многих неотделенных друг от друга скрепочек. Когда ты нажимаешь на рукоятку, железный зубец отщипывает одну скрепку и проталкивает ее в щель. Скрепка прокалывает листы бумаги и упирается в твердую металлическую пластинку на кабальню. Усики-скрепки от давления загибаются и... Хоп! Схватывает бумагу. Получается, что ты как будто шьешь только не иголкой, а степлером. Так оно и быстрее. Ой, заела. Может там скрепки кончились? Скрепки еще есть. Ой, только одна из них в сирии застряла. Дим Димыч, у тебя пять минут. Хорошо, мам. Ну что, получается? Нет. Может папа позовем? Он сильный, у него помогатор есть. Сами справимся. Дим Димыч, найти чем можно протолкнуть скрепку. Отверток подойдет? Годится! Смотри, отверток точно входит в сирию. Отлично, протолкни скрепку вниз. Только пальцы не прищеми, а то шить не сможешь. Тыдыщ! Еще не тыдыщ! Ты сначала штаны почини. Все, готово. А вот теперь тыдыщ! Дим Димыч, ты готов? Давно. Ловко я придумал со степлером. И мама Дим Димыча ничего не заметит. Ставь лайк и подписывайся. Ставь лайк и подписывайся. Ставь лайк и подписывайся на канал Диди и КТВ. Ловик, смотри, почему эти Дим Димыч в курсе спит? Может, это у него домашнито, да, не такое? Угу. По дискультуре. Доброе утро. Угу. Доброе. Привет. А это что? Это мне вчера купили. Правда, красная куртка? И ты что, всю ночь мне спал? Ага. Вчера померят, даже снимать не захотелось. Так и уснули. Да, с тобой не соскучишься. Ой, как-то больно уже ела. Ну и что? Можешь куртку не снимать. Тебе все равно в ней в школу идти. Хе-хе-хе. А в школе что, так сидеть? Так же я больно испортил. Спокойно. Пока еще не испортил. Застежка-молния – это два ряда мелких крючков, в которые пройдет замочек-бегунок. В бегунке с одной стороны два входа, а с другой один. Когда мы тянем бегуном вдоль молнии, крючочки прочно зацепляются друг за друга, и из двух рядов получается один. Раз! И молния застегнута. А чтобы ее расстегнуть, бегунок тянут в другую сторону. Тогда крючки просто разъединяются. А у меня вот не разъединяется. Что делать? А что по утрам делают? Зарядку. Ты делай, а я пока подумаю. А мне что делать? И ты делай зарядку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Симка, ты скоро придумаешь? Я уже спотею. Скоро, скоро. Иди пока умойся. Симка, а можно мне тоже подумать? Антонку-то? Иди лучше тоже умойся. Ты как, Димыч? Она его выгумодала. Что? А я о чем-то думала. А, понял. Нет, она еще не придумала. Фу, Зарка. А ты представь, что ты полярник. Они все делают в куртках. А я буду пингвинчиком. Ты куда? Фу, бонусы не могу. Ладно, сиди смирно. А я посмотрю, что там сломалось. Я знал, что в порядке смешная игра. Ну, нет, это Симка. Ой, фигурно. Не дерзься. А ты не дегоди. Ага. Вот почему бегунок не проходит. Тут нитка. Моги застряло. Дим, Димыч, подними бегунок вверх. Ты дышишь. Можешь расстегивать. Вот она, нитка. В ней вся проблема и была. Надо же, из-за такой мелочи я весь упадется. Дим, Димыч, завтрак готов. А ты почему в куртке? Это я в панельников играю. Пойдем. Симка, а чего ты так долго думала? Да так. Хотела посмотреть, как Дим Димыч будет в куртке зарядку делать и зубы чистить. Так это ты специально? Ну да. А что, куша пошутить нельзя? Надо эту деталь заменить на новую. Дим, Дим, Димыч, так давайте мы на спортсбегаем. А то вам же неудобно. А вы дальше ремонтируйте. Согласен. Только запомните ее название. К, 12, 71. Я запомню. Вечная ты, Лизонька, не вовремя. Будем ждать, пока она уйдет? Еще чего. За спиной проскочим. Норик, где наша деталь? Вон она. Ага. Ну что, готов? Готов. Ген, Евгений Евгеньевич, вот вы где. А почему дверь сама открывается? И закрывается. Дело в том, Лизонька, что дверь у нас теперь автоматическая. Я вчера на нее датчик движения поставил. Датчик движения это такой электронный глаз, который следит за всем, что движется. Видели, как в магазинах и аэропортах двери сами открываются перед людьми? Это благодаря датчику движения. Он замечает, когда к двери подходит человек и передает сигнал электродвигателю. Он автоматически открывает дверь, а потом закрывает, когда человек сквозь ее проходит. Невероятный человек. Только не аккуратный. Автоматическая дверь. А почему она не открылась, когда вы на склад шли? Мы для нее слишком маленькие. А деталь большая. Датчик реагирует на нее. И что теперь делать? Мы его обманем. Проберемся от той стены. Держимся ближе к стене. Эта дверь какая-то слишком автоматическая. И опять эти детальки. Разве я их не убирала? Датчик все равно рассветит. Давай его сломаем. А чем ломать? Его можно просто временно отключить. Симка, ну что? Все, датчик отключила. Все в порядке. Тогда вперед. Перед. Перед. Екатерин Евгеньевич. Задание выполнено. Молодцы. Хотя нет, не молодцы. Это ведь К-71-12. Ага. А мне нужно К-12-71. Нолик. Ты же сказал, что ты запомнил. Запомнил. А потом забыл. Эх ты. Ты белая башка. Ладно. Мы еще раз бегаем. Нет. Лучше я сам. А еще я забыл сказать, что мы отключили датчик. И дверь автоматически не открывается. Гень Евгеньевич, стойте. Извините нас, Гень Евгеньевич. Ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Террика ТВ. Синька, тебя не видно. Ты что, в небелимых чернилах? Террика ТВ. День Димычу Это что? Записка? А от кого? От кого? От девчонки что ли? И что она пишет? Не знаю Так давай посмотрим Нет, это секрет Что, даже для друзей? Ну вы же не простые друзья А секретные Никому не скажете? Никому, обещаем Ты разворачивай уже Ой, а тут пусто Может она и не хотела тебе писать? Затем тогда записька Погоди А может быть она написана Невидимыми чернилами? А такие бывают? Чтобы скрыть от посторонних Секретное письмо Его пишут Невидимыми чернилами Для этого сок лимона Молоко Или пищевую соду Развозят водой Отпакивают палочку Или кисточку И пишут на простом листе бумаги Чтобы невидимые чернилами Значит ее никто не должен видеть Даже мама Что же делать? А, придуман! Мам, покрас мне футболку Пожалуйста А что с ней? Карман паляся Некрасиво А, ну давай С каких это пор Тебя это волнует интересно Держи Спасибо Получилось Ну что? Что там? Ой Дим Димыч Ты мне нравишься Катя Дим Димыч Кажется, у тебя Катя влюбилась Дим Димыч А тебе Катя нравится? Не знаю Но она отличница Нравится Ты летели тесто Женик Невеста Ну Прекрати А ты ей напишешь ответ? А надо? Конечно А если кто-нибудь увидит? А ты его тоже Невидимыми чернилами напиши Лимон Есть? Он капает Ну Пиши А что писать? Как что? Правду Пиши Так Извини Катя Но мне нравится Другая девочка Ее зовут Синька Олег Не нравится Сами придумывайте Дим Димыч Просто напиши Что ты на самом деле Думаешь Ладно Напишу Катя Ты мне тоже нравишься Нормально? Прекрасно Диме Диме Тесто Замолчи Дим Димыч А ты как написал? Нравишься Или нравишься? Не знаю Ничего не видно Теперь это только Катя узнает Дим Дим Димыч Дим Димыч Ты чего? Ха Телевизор смотришь А включить его забыл Это я на своем отрасе не смотрю Я рисую Автопортрет А где автомобиль Если это автопортрет? Ха Ха Автопортрет Это не про машины Это когда художник Лисует Самого себя Себя? Ха Разве у тебя такие мускулы Как у этого богатыря? Эх Разве там разглядись Какие у меня мускулы И вообще Не мешай художнику Дим Димыч Питон Ну вот Вытирай скорей Ну вот И все Хуже Что делать? Эх Была бы здесь синька Обычную грязь Можно счистить щеткой Или отстирать Но есть пятна С которыми так просто Не справишься Пятна от фруктов Нужно сначала Залить кипятком А вот пятна Кроме наоборот Лучше горячей водой Не смывать Пятна краски И ржавчины Тоже можно вывести Но нужен Специальный пятна Специальный пятновыводитель Но к нему еще нужен Родитель Или другой взрослый Который умеет С ним обращаться Я и без симки понял Ты в тетрадке пятна Чем стираешь? Ластиком Но это, извините, тетрадка Ну и что? Все равно попробуем Ну вот Пятно же из трех цветов Идея Надо его закрасить замазкой Замазкой? Ага Безполезно Все ясно Нам нужна вода Та-дам А в тигаринной масленьке Не ручься? Нет Белое с цветным Вместе стирать нельзя А у тебя и то И другое Ой, тогда мы за дворки Поборимся Да куда уж больше Эх, еще идеи есть А может А может мы что-то не так делали Все не так Нужно было использовать пятновыводитель Хотя зачем вам пятновыводитель? Вы посмотрите на это Какая прелесть Вы что, специально рубашку разрисовали? Ну да Ты что, тебе за одно пятно попадет? Ты еще одно рисуешь? Не попадет А вам сказала, рисуй в этой рубашке Ее можно портить Тогда зачем мы ее чистили? Давайте еще вот здесь пятнышко И вот здесь А еще вот здесь Какая прелесть А вот тут А здесь Как здорово А еще вот здесь И вот тут И тут Вау Как салют Какая прелесть Этот стиль рисования Называется Абстракционизм Это когда много Мини, пятен И каждый в них Видит все, что захочет Я вижу Вот крабу катится А там Дим Димыч Свой колеском идет Дим Димыч Что это за разгром? А это что такое, а? Это такой стиль Абстракционизм Да? Ну знаешь В этом что-то есть Понравилось видео? Тогда ставь лайк И подписывайся на канал Дидика ТВ Ведь на нашем канале Самые крутые ролики Не веришь? Проверь! Выбирай видео Которое будешь смотреть дальше